так я посреди залива назовем его заливом венда вот мой отряд короче здесь на кораблике но в основном это мои ребятки все вот эти нпс и тут короче у меня полтинчик северных наемничков это мы просто тупо о прекрасно прекрасный арабские пираты у них 64 пленных я говорил что это уже что это по-моему неправильно что такие вещи как вот эти отряды пиратов должны наверно все таки как-то пополняться потому что ну не могут 6 человек управлять кораблем у них может быть там трюме 64 пленных сидеть там это самое но или там на цепях вдоль бортов прям привязаны как у раба торговца там туда сюда но 6 человек не могут просто тупо управлять кораблем какой красавец этот амир аль бахр чего вы хотите сдавайся или умри отвечаем мы этому негодяю как хотите готовьтесь к смерти и мы будем атаковать противника я даже не буду в этом участвовать такие ребятки в этом шара коннор грейс катарина все раздался свист мы все украли там били всех это ради бога итак у нас есть 35 северных наемников но я напоминаю что это те ребята которые будут нам помогать в будущем брать тут разоборцы копеносцы замки и конечно значит надеюсь а что он значит ироглег объявит войну трешки пера у нас это очень хорошо объявят войну саранидом очень хотелось быть саранидом я буду набирать все таки пехоты для того чтобы брать саранидские замки и радокские замки в общем не знаю саранидские замки дело такое радокские замки где там сидят сотни арбалетиков и очень даже неплохих я думаю что это будет достаточно тяжело я уже так прикидываю так вот здесь вот это их недоспехи тут короче мусор который мы продадим в общем-то не мусор она конечно будет стоить денег но 144 человека у нас уже и это короче немало и мы поедем и скинем лишних людей до пуза до управлять гарнизоном и сюда мы отправим вот этих свадийских мечников радокских тяжелых мечников радокских обученных арбалетчиков нордов наверно тоже сюда отправим ножских лучников вегиров и вот скиперу свадийских всадников свадийских тяжелых всадников мы завезем в шарис шарис да это уже ребята которые будут в нашей армии а это тут те ребятки которые будут одноразовые такие умерли на этом самом на стенах замка и все свадийские легкие вот свадийского легкого пехотинца я зря оставил наружу борец вегирский копейщик вегирский секирщик значит из северных наемников мы отдадим уже это тоже такие ребята которые да это же уже ребятки которые будут так свадийские легкие пехотинцы я не знаю может их здесь действительно оставить может всех пока что здесь оставлять может это я не прав что я так сделал наверное все таки не прав что так сделал все таки лучше бросать наверно на стены прокачанные войска никакие попало наверно все таки я заберу их всех этих нордов радоков и свадов все таки все они будут сидеть в шаризе и прокачиваться это будет наверно правильно управлять гарнизоном ну потому что я все таки хочу все вот эти шуб замки окружающие ты типа корабль же этот самый джамиш принадлежали мне так уйти и я сейчас поеду выйти у меня с ними плохие отношения по моему грабил минус 33 да я не могу у них никого нанять потому что у меня с ними минус 33 хабай надо как-то исправлять эти отношения но сейчас этим не будут минус 30 сейчас я не буду этим заниматься а вот айна саудин по моему я ни разу не грабил оба саранический салтанат объявил войну великому княжеству вегиров продолжить и королевство свадьба великого княжества вегиров отлично айна саудин посмотрим отлично 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 это как раз то что мне надо да ведь здесь минус 30 и и грабил поэтому у меня с ними плохие отношения и у нас здесь и мир дошвал с которой мы сейчас наверно будем воевать так все управлять гарнизоном и мы здесь отдаем своих значит северных наемников мы отдаем значит стивен конор эрик пехоту суда эрика джозефа кула догона логана девина ну и лучников тоже мы отдадим потому что карла самуэля джулиана из это так и кого же мы будем набирать набирать мы будем на статиста старший дружинник но нам сейчас не нужен пусть пока сидит свадийских тяжелых всадников 25 человек тоже не нужны гвардейцы среднего круга свадийские пехотинцы радужские мастера норские ветераны сокрушители рабов где же наша армия которые сюда скинул в общем то так просто говоря а людоловы значит вот наши людоловы возьмем мы значит людоловов набирать мы будем в общем то наверное конную армию нет пока что надо не для долу забирать а надо забрать своих ребяток типа бомбайт даниэль дасун лукас айден эмиру надо забрать наверно лизолита забрать и низора забрать надо перемещать туда вверх все конечно они все будут где-то вот тут нас поджасмин сюда и всех дасун айден и лукас так но ты этих ребяток всех ниже между борчей ханы на короче их поместим дизолита низора да еще джеремус джеремуса тоже заберем и тоже отправим сюда между ниже низора так и здесь у нас есть 151 людолов да это наверно слишком много мы не будем столько брать оставим человек 80 наверное людолов остальное наберем всякими остальными типа значит охотники за караванами вот возьмем дезертира сараницких возьмем конных налетчиков грабители караванов наемных конных лучников так сводистские тяжелые всадники но это же жару это все будет наемник он и арбалетчики пока что пусть посидят здесь тяжелые всадники латники пехотинцы мечники нордские конный страж возьмем конного стража возьмем ну и все наверно покажу 134 человека наемные всадники может взять до наемных всадников тоже заберем карахирииты покажу пусть все здесь сидят не знаю насколько это все да не нам бы надо конечно бы несколько бы гвардейцев б для благородных даже лучших гвардейцев ну посмотрим посмотрим сейчас по обстановке если шоу конный арбалетчик старшего дружинника наверно заберем все таки не не будем брать старцев старшего дружинника маренов не будем брать кашек тенов пока не будем брать все этаж наемники сводистских тяжелых всадников тоже не будем брать это все на охотники гвардейцы норские конные арбалетчики конные наемники наемники конные воины сестра меча тяжелый всадник ну ладно пусть пока это все эти все ребята здесь будут хотя наверное надо взять хоть кого-то пусть тяжелых всадников заберем 142 человека в общем пусть пока будет так уйти не зайдем еще на рыночную площадь торговец оружием которому мы короче вот это все продадим продадим назад вернуться и уйти так ну вот сохранюсь и мы будем сейчас двигаться кто там где у нас был где наш дошвал прекрасный раз прекрасные наверно они сейчас же приедут грабить наши деревеньки вегирские так сказать да сон приходит на 22 уровень у ничего себе бомбайт бомбайт уже прокачался до своих навыков бомбайт расскажи бомбайт у 16 силы бесполезный конечно ну ничего сейчас это самое мы ему одноручное добавим и у него здесь есть добавим обучение все таки уже 24 уровня слежение добавим тактику ну короче добавим все что есть все что можно привязку ран хирургию готово неважно даст он поговорим с дастоном о своих навыках даст и скажешь 15 сил и даст он нам сказал и мы ему дадим мощный удар мощный удар и мы ему дадим одноручная неважно даст он айден поговорить с айденом о твоих навыках айден и айдену мы дадим 15 ловкости значит мы ему дадим задение оружием айдену все все одноручное вооружение и снаряжение у айдена здесь есть укороченная боевая коса но мы ему походном арсенале возьмем одноручный рыцарский топор дадим одноручный одноручный двухручный длина у него 110 скорость 90 удар 45 у косы тоже 92 длина 115 удар 45 но она двухручная поэтому мы сделаем так лукас мы поговорим с лукасом поговорим с лукасом о его навыках лукас у нас отстает немножко в общем собственно говоря будем лукасу наверно все таки попробуем прокачать на силу пусть лучше хоть сила будет потому что что-то у него слишком мало ловкости вообще готова на твои вооружение и снаряжение у него тоже укороченная боевая коса которую мы тоже сейчас заменим на походном арсенале на нас где-то тут был еще по моему этот самый медь топор топор не вижу это пора не вижу назад неважно и значительно придется смотреть где-то у дасона поговорим дасон на твое вооружение и на твое имущество засунули и нету нету они есть одноручный рыцарский топор который мы сейчас дадим лукасу лукас на это ж лукас дан лукас на твое вооружение снаряжение лукас дадим одноручный рыцарский топор все прекрасно они у нас уже так все готово видишь наш дошвал куда ж он делся дезертиры радокские легкие пехотинцы копейщики мы возьмем их мы их купим мы их наймем так присоединяйся ко мне за две триста мы берем этих ребяток отвозим их шарис это те ребятки которые будут сейчас штурмовать или карав или фиях что-то мы будем штурмовать значит скоро наберем людей и будем штурмовать эти замки ну и или со самар у кого-то что-то мы будем штурмовать так гарнизон здесь мы отдадим радугских тяжелых мечников копейщиков ветерантов к копейщиков короче вот всех этих радуков мы здесь отдадим вот так на рыночную площадь торговцу оружием подадим им укрученные боевые косы тяжелые метательные кинжалы кстати отбалансированный двухручник мы возьмем конечно обязательно рыцарский шестопер тяжелый длинный отбалансированный боевой треснутый альшпис и нам надо вернуть альшпис леди тамаре уйти отряд леди тамара где ты есть на жасуса вниз она вниз и стивена вниз и нам нужны значить гвардейцы не хотя бы несколько гвардейцев да на твое снаряжение посмотрим на твое снаряжение здесь мы дадим значить альшпис заберем этот короче арбалет альшпис я не знаю почему она не хочет брать эти она взяла причем непонятно как она взяла что 2 что ли взяла все она взяла она взяла прекрасно отлично саблют как только даешь я расписано берет саблю причем у нее две сабли так понимаю сейчас ты там на твое снаряжение она опять взяла саблю оттуда ты хитришь ты меня обманываешь ах такая-сякая баба есть баба что ты делаешь не что-то там придумывает придумывает что-то там себе придумывает и все круче надо в ней забрать это все набрала каленый и отбалансированный каленый мы заберем ней так преимущество тяжелый рыцарский шестапер мы тоже у них заберем что ты ничего не выдумал на твое снаряжение и заберем ну пусть мастерская большая сабля будет хотя непонятно эту хручную мы заберем мастерскую большую саблю заберем ней все это продолжим наш путь посмотрим на нее все висит у ней биггерский меч и все нормально значит а вам брошиара лорена натали по моему была последняя сейчас глянем на твое вооружение снаряжения нет балансированный меч гвардии натали грейс поговорим с тобой грейс на твое вооружение и снаряжение и вот этот вот отбалансированный двухручник это мы значит все отдадим амбрея двухручник твой имущество и мы амбрея дадим двухручник пусть пока эти двухручники будут я не знаю зачем но пусть они будут так назад и неважно кто здесь значит в лагере походном арсенале мы сделаем такую вещь значит толстые латные сапоги 37 усиленный так здесь тяжелый маргенштерн тяжелый рыцарский каленый щит вот это все мы здесь мы сбросим сюда потом все это сюда вот так вот это будет выглядеть на посмотреть какие можете и дать толстые латные сапоги она уже наверно сможет их взять сейчас посмотрим они по моему 38 отряд не 37 или 38 так леди тамара поговорим с тобой на твое снаряжение 38 благородный кольчужные сапоги и даму такие 39 вот эти благородные заберу а себе возьмут эти 37 ничего страшного я потерплю так готово лагерь повозка с походным арсеналом и мы сбросим сюда продолжить путешествие и так не значит наш отряд а то битвам а то боям у нас две войны значить объявлено ну мы будем приступим значит битвам надо еще нескольких гвардейцев где-то взять наверное швенгарде и мы приступим к битвам а ну-ка посмотрим тут шеризе может уже кто-то это самое может у меня есть какие-то гвардейцы здесь гвардейца тут среднего круга я не буду брать гвардейцев среднего круга зачем мне гвардейцы среднего круга которых у меня еще есть еще конные наемники может их взять заберем конных наемников так все готово готова до уйти и мы будем воевать но воевать мы будем уже в следующем видео на на сегодня все